Ключ в этой новости за последние 20 лет. То есть ревизию законов, принятых после 1991 года. После 1991 года на оккупированной территории были приняты законы по команде внешнего управления. Я вам больше того скажу. Первые половины 90-х годов, как свидетель, прямое управление извне. И Путин об этом говорил про Чубайса-агентов, помните? Прямое управление извне. Или посмотрите сегодня как. Вот он недавно разговаривал с Кулистиковым, несколько месяцев назад, в прямом эфире. И говорит Кулистикову, ну вот вы агент ЦРУ. Кулистиков говорит, да. Путин говорит, ну вот смотрите, какая у нас демократия. У нас агенты ЦРУ во главе важнейших информационных ресурсов и вообще системы управления страной. Он это же не Кулистиков говорил. Кулистиков, агент ЦРУ, и там с ним все понятно. Он говорил нам. То есть Путин нам показывает всеми возможными способами, что страна является колонией. Естественно, кто является агентами, управляющими колонией? Естественно, иностранные агенты. Так принято. Все колонии управляются иностранными агентами. Поэтому и в этом главные проблемы, и в этом главный вопрос. А опирается это на законы? Или вот, например, прокуратура с Путиным приняли закон об иностранных агентах, вскрыли систему грантополучателей. Три миллиарда долларов в год на написание в том числе законов. Значит, давайте на вопрос. А по каким законам мы живем? Мы живем по законам, написанным оккупантам. Через систему грантополучателей, как и любая колония. Ну, например, нам не нравятся тарифы. Люди говорят, нам тарифы высокие. Тарифы, так же, как и градостроительный кодекс, написали грантополучатели институт города. Тогда мы должны понимать, что так это и написано, чтобы тарифы были высокие, чтобы усилить эксплуатацию и увеличить отток капиталов из России. Понятно, да? То есть, как только мы понимаем, что Россия колония, а это основано на конституции, то, следовательно, мы понимаем, что все остальное есть элементы эксплуатации, усиления эксплуатации и так далее. Поэтому вопрос изменений в конституции с точки зрения суверенитета основной. Восстановление суверенитета страны есть написание конституции под нас. Не для цели эксплуатации нас, а под нас. И вот эта рабочая группа является началом этого большого пути по изменению принципов национального устройства на суверенный.